Несколько лет назад изготовление кукол позиционировалось как прикладное искусство. Кукла воспринималась красивой, но утилитарной вещью. Но уже сейчас мастера настолько овладели новой техникой и материалами, что создание куклы стало особым видом искусства, признанным уже во всем мире. «Белая стрекоза» — это объединение авторов, занимающихся изготовлением оригинальных кукол. Здесь, в стенах библиотеки на Крутицкой, представлены работы художников из Иванова, Владимира, Мурома и Самары. Все они называют себя любителями, хотя уже пользуются большим успехом у частных коллекционеров. Правда, в России, как выяснилось, такие куклы пока не популярны. Они предназначены лишь для украшения интерьера, и в них запрещено играть. Потому что хочется человеку приобрести куклу, в которой есть душа, и в то же время, которая может быть использована для каких-то целей, а не просто стоять и украшать интерьер. Но в наши куклы играть нельзя. Это куклы именно интерьерные, дети разобьют их, и они только служат для украшения исключительно интерьера. Я мало кукол еще пока продала, и те, которые проданы, чаще всего проданы за границу. Потому что не у каждого человека в России есть интерьер для того, чтобы украсть его интерьерной куклой. Большая часть кукол, представленных в экспозиции, сделаны из пластиком. Популярные мишки Тедди здесь не из привычного плюша, а в основном из бязи. Один такой мишка, кстати, стоит порядка 6 тысяч рублей. А это очень тонкая ювелирная работа художницы из Мурома. Все ее 42 куклы изготовлены из бисера. Только над одной пришлось работать около 9 месяцев. Андрей Дергунов – единственный здесь мужчина-кукольник. И, как говорят коллеги по цеху, самый проворный. Его портретные куклы известных людей появляются на свет быстрее всех. Кукольника делал я, например, дней 5 или 6, потому что 3 куклы получаются. Леди Гага была на предыдущем, это как у меня, выставке. То я ее делал, наверное, месяц 3. И образ трудный, не поддавался очень. Какие-то за одну ночь. Вот Боярского, например, я сделал за одну ночь. Художники кукол – люди действительно увлеченные. Автору всегда хочется внести в свое творение что-то новое, эксклюзивное. На обдумывание образа порой уходит несколько дней. Ты ходишь и смотришь какой-нибудь китайский косметический набор за 30 рублей. Ты смотришь, там есть такая штучка, которую можно использовать для того, чтобы сделать кукле-ноготок. Очень много используют, например, стоматологические инструменты. Они у них такие ловкие, такие удобные ручечки, они из нержавейки. И найти такой инструмент для кукольника счастья. Ульяна Горовая решила не изготавливать, а коллекционировать куклы. Собирают исключительно ведьм, хотя и не верят в их темные силы. Они все приносят добро. Я не люблю злых. Посмотрите, они все улыбаются в основном. Я почему-то сама не делаю ведьм. Я люблю ведьм, которых мне дарят. Я пока не представляю для себя куклу, ведьму, которую бы я сделала своими руками. В течение выставки посетители смогут проголосовать за любую понравившуюся им куклу, после чего будут выбраны король и королева осеннего бала-стрекозы. Инна Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.